Готовы ли вы отправиться в подводное путешествие и узнать о невероятных вещах, обнаруженных смелыми дайверами? От артефактов прошлых эпох до потерянных сокровищ и подводных рисунков, происхождение которых вас точно шокирует. С вами канал ТОП ФАКТС БЛЕК, это самые невероятные вещи, обнаруженные дайверами. В 2011 году был обнаружен объект шириной 60 метров, вызывающий живой интересный среди исследователей и любителей загадок. Некоторые уверены, что это творение инопланетяна, другие говорят, что это затонувший корабль или подводное оборудование времён Второй мировой. Команда дайверов отправилась в летнюю экспедицию в Балтийское море между Швецией и Финляндией в поисках старого корабля, но вернулась с чем-то совершенно удивительным. Размытое, но захватывающее изображение, которое они получили, показывает круглый объект диаметром 60 метров с чертами, похожими на рукотворное произведение искусства. Но вот что делает эту историю ещё более захватывающей. Это не единственное странное сооружение, найденное на дне Балтийского моря. Второе напоминает монолит и имеет размеры 27 метров в длину и целых 6 метров в ширину. Рядом с ним находятся три пика, высочайший из которых достигает аж 12 метров. Расстояние между ними составляет 18. Так что же представляет собой это загадочное место, и может быть это просто игры природы, или кто знает, возможно инопланетяне имеют в этом свою роль, как считаете? Далее попробуем разгадать тайну загадочного потопленного поезда у побережья Лонг Бранч в Нью-Джерси. На глубине в 30 метров под водой обнаружены два локомотива, которые лежат тут уже почти 100 лет. Как они оказались на дне океана, это действительно загадка, и до сих пор историки и железнодорожные энтузиасты не могут полностью понять происхождение этого потопленного поезда. Когда водолазы впервые обнаружили этот развал на дне океана, они были в полном недоумении. Из-за их небольшого размера, вагоны на этой подводной железной дороге были опознаны как локомотивы класса 222Т, редкого вида, который в основном используется на железнодорожных станциях, а не для транспортировки. Однако никто не может понять, как эти локомотивы тут оказались. Никто не знает, потерялся ли поезд в море, или исчезло судно, перевозившее локомотивы. Большинство людей считают, что локомотивы упали или были сметены за борт во время шторма, когда они были доставлены из Бостона в Нью-Йорк. Морские археологи проводят исследования одной из затонувших пещер в Южной Мексике, которую местные жители почему-то боятся. Они обнаружили затопленный туннель, в котором находились человеческие черепа и другие кости, которые казались искаженными и вытянутыми. Жуть. Одно слово, которое может точно описать ощущение от этого места. Сакуаям, так называется цинод, расположен в самом сердце Юкатанского полуострова в Мексике. Племя Майя намеренно изменяли свой внешний вид с самого рождения, чтобы создать более вытянутые лбы и острые углы у своих голов. Может быть, они пытались подражать своим инопланетным друзьям? Сейчас мы обнаружили все эти искаженные тела и черепа под водой, но по какой причине эти люди оказались тут, остается загадкой. Ведь подавляющее большинство племени Майя были захоронены либо под, либо рядом со своими домами. В следующем эпизоде суровая засуха привела к открытию доисторического каменного круга, известного как испанский Стоунхендж. Обычно он находится под водой, но с понижением уровня всплыл на поверхность. Археологи очень сильно радуются этому необычному событию, но для тех, кто жаждет свежей воды или расслабляющей ванны, это создает некоторые неудобства. Однако, что застало под водой этот загадочный каменный круг? Может ли он скрывать тайны древних цивилизаций? Переместимся теперь к реке Дунай, которая также столкнулась с серьезной засухой. В результате снижения уровня воды на свет вышли более 20 немецких боевых кораблей, потопленных во время Второй мировой войны около сербского речного порта Прошева. Это открытие раскрыло историческую тайну и указало на то, что в этом районе по-прежнему находится множество кораблей, погибших во время конфликта. Мы продолжаем наше путешествие и сейчас расскажем о фантастическом создании под названием Магнопинна. Это нечто удивительное, что долгое время оставалось загадкой для ученых и морских исследователей. Итак, что же это за создание? Друзья, представьте себе странные длинные щупальца, изгибающиеся в темноте океана. Словно призрачные нити, создающие захватывающий вид. Но самое удивительное – это размеры этих щупалец. Они намного превосходят тело Магнопинна. Ученые называют его длинноруким кальмаром. Вряд ли вы когда-то видели что-то подобное. Магнопинна. Представьте, какие истории можно придумать о ее происхождении. Возможно, она является охранителем подводного царства или олицетворением страхов, которые скрываются в глубинах озера. Или может акула символизирует что-то большее, чем мы можем себе представить. Давайте подумаем вместе. Как бы вы объяснили происхождение этой статуи и какие эмоции она вызывает именно у вас? Пишите в комментариях, ну а мы идем дальше. Представьте, 1941 год, Красное море, немецкие бомбардировщики наносят роковой удар. И этот гигантский корабль погружается во мглу таинственных глубин. Но, несмотря на свою участь, СС Тислигором, так называется корабль, стал настоящим магнитом для подводных исследователей и любителей приключений. Здесь, в самом сердце пролива Губаль, прячется удивительная морская жизнь, которая впечатляет своим разнообразием. Особенная черепаха Батфиш, грациозные барракуды, красноребицы из стаи джеков. Тут вы найдете абсолютно все, что нужно для захватывающего погружения. И самое интересное, что это место считается одним из самых лучших мест для погружений во всем мире. Однако, чтобы полностью раскрыть все его секреты, вам понадобится смелость и несколько погружений. Разбросанные на глубине до 32 метров, вы сможете отыскать пропеллер, а также разнообразные артефакты, такие как локомотивы, танки, грузовики и джипы. Каждый предмет рассказывает свою историю о том, какой ценой доставляли военные припасы для британской 8-й армии в Северной Африке. Кораблю, чтобы достичь своей цели, пришлось делать невероятный обход через Южную Африку. И теперь, после всех этих лет, он стал морским кладбищем, украшенным многочисленными сокровищами прошлого. Теперь я расскажу вам историю о Цяньдао озере в Китае, где каждая кирпичная стена и каждый домик хранят тайной окутанной водной завесой. Представьте себе город, возникший более тысячи лет назад, и теперь он спокойно покоится на глубине от 26 до 40 метров под водой. В 1959 году этот город и долина были намеренно затоплены, чтобы создать искусственное озеро и гидроэлектростанцию. Но знаете ли вы, что этот погребенный город может стать уникальным местом для подводного погружения? Даже спустя все эти годы, почти 100 лет, Цяньдао остался практически нетронутым временем. Дома, стены, деревянные изделия, все осталось неизменным, словно замерло во времени. Съемочная группа работает над фильмом в этом городе, и археологи не перестают удивляться, насколько же хорошо все-таки сохранился этот город. Сказочные холмы вокруг озера просто завораживают своей красотой. Около аж 300 тысяч человек были вынуждены переехать, когда город был намеренно затоплен, чтобы освободить место для гидроэнергетического проекта. На глубине около 25 метров под поверхностью воды в морях Японии находится потрясающая каменная пирамида. Никто не знает, кто ее построил и когда, но она существует, а мы можем ее исследовать. Этот монумент, известный как Йонагуни, находится между полуостровом Камчатка и китайским островом Тайвань, в удалении около 4000 километров от Японии. На нем живут всего около 1700 человек, но он знаменит своими акулами-молотами. Именно в 1986 году там был обнаружен этот загадочный монумент. Люди искали акул, но вместо этого нашли Йонагуни. Однако, кто мог быть автором этого загадочного памятника и зачем он был создан? Добро пожаловать в удивительный мир Силфры. Трещины расположены между североамериканской и евразийской плитами. Она находится в национальном барке Тингвилир в Исландии. Эта трещина и сопутствующие землетрясения восходят к 1789 году, когда тектонические плиты начали расходиться. И знаете, что самое интересное во всей этой ситуации? То, что тут можно заняться снорклингом и подводным плаванием рядом с точкой расхождения двух континентов. Какое же, наверное, потрясающее чувство побывать в одном из немногих мест на Земле, где можно проникнуть в трещину тектонической плиты. И поверьте мне, друзья, вода в Силфре настолько прозрачна, что даже на глубине более чем 100 метров вы можете увидеть абсолютно все благодаря постоянному поступлению свежей воды. Она является одной из самых чистых вод в мире, и больше нигде на планете вы такого не найдете. В Индонезии обнаружили захватывающий дух кадры, которые просто потрясли сердца дайверов. Видео показывает дюгонга, попавшего в страшную ситуацию. Дюгонги — это уязвимый вид, но их держали в заперти местные рыбаки, которые хотели получить деньги за возможность их увидеть. Видео показывает взрослого дюгонга, плавающего вокруг клетки, привязанной цепью. Малыш находится в отдельной клетке, но, к счастью, привязан не был. Дайверы просто в полном шоке от увиденного обратились к рыбакам с просьбой освободить бедных животных. И удивительным образом рыбаки на это согласились. Однако нет никакой гарантии, что они снова не будут их ловить и содержать в клетках. Мы призываем всех отказаться от поддержки таких экскурсий и показать всему миру это жестокое обращение с животными с благой целью. Дайверы были в полном шоке, обнаружив под водой пять скелетов в регрессирующих водах озера Мид, недалеко от Лас-Вегаса. Ранее эта область считалась влиятельным филиалом чикагской мафии, и сейчас все больше людей склоняются к мысли, что мрачное открытие связано с преступным миром. Никто до сих пор не знает личности пяти скелетов, но предполагается, что они могут быть членами враждующих бандитских группировок, погибших в преступных разборках. Первое тело было найдено в бочке, а рядом был обнаружен пистолет. Власти сообщают, что данный человек был застрелен очень много лет назад. Возможно, все это произошло, когда в Лас-Вегасе в 70-х и 80-х годах над преступными делами чикагской мафии правил отъявленный преступник Энтони Тони Сплит Спилаторо. И согласно записям о преступной деятельности Чикаго, мафиози убили более 1100 человек. Да уж, это действительно захватывающая находка, которая позволяет нам заглянуть в темные дни преступности и понять, как же она оказывала влияние на город Лас-Вегас. Далее поговорим о потрясающем создании под названием Пом-Пом Анемоно. Оно скользит по дну океана, словно черлидинговый пыльник. Отличается от других Анемон тем, что их тело имеет форму купола, а не обычного столбика. И самое интересное, что даже внутри одной формы тела Анемона бывают разных видов. То есть иногда они сплющены, а иногда становятся большими и пушистыми, поднимая свои щупальца вверх. Но самое удивительное, это то, что Пом-Пом Анемона может передвигаться, в то время как другие виды всегда остаются на месте. Ученые полагают, что это помогает им находить пищу, такую как планктон и мелкие ракообразные, собирая их или ища места, где пищи больше. Кроме того, они могут стать важным звеном в пищевой цепи для других животных, так как влияют на то, где они обитают и что едят. За последние 10 лет феномен кругов на полях сбивал с толку ученых и обычных людей. Но что если я вам скажу, что подводный мир тоже имеет свои круги? В 1995 году, неподалеку от южного побережья Японии, морские биологи были поражены искусно выложенными кругами. Эти круги, достигая 2 метров в диаметре, имели такие сложные узоры, что специалисты были в недоумении. Однако все изменилось в 2011 году. Тогда исследователи обнаружили самца рыбы Фугу, который и создавал эти сложные узоры для того, чтобы завоевать сердце самок. Да уж, кто бы мог подумать, что обычная рыбка станет таким вот художником подводного мира. А теперь, друзья, давайте погрузимся в историю одного из самых древних затопленных городов. Встречайте Атлит-Ям. Город с руинами, которые уживаются среди бескрайной красоты подводного мира. Ученые утверждают, что этим руинам по крайней мере 9 тысяч лет, что делает их одними из самых древних в мире. Берег Хайфы обладает уникальным гранулированным дном, что способствует сохранению затопленных строений. Исследователи даже обнаружили полностью неповрежденное старое кладбище. И это невероятно, но нашлись даже насекомые, погибшие тысячи лет назад в этом месте. Однако главная загадка руин Атлит-Ям заключается в том, как произошло их затопление. Многие ученые полагают, что плавление ледников и повышение уровня моря привели к постепенному погружению поселения. Другие же полагают, что в этом причастна огромная цунами. Так как затопленный город был обнаружен лишь в 1984 году, исследования все еще находятся в начальной стадии. И эксперты с нетерпением ждут, чтобы узнать еще много важных фактов об этой загадочной местности. Друзья, как вы считаете, что могло стать причиной затопления этого города? Были ли это стихийные бедствия, или все же затопление произошло постепенно? В общем, пишите все, что думаете в комментариях, ну а мы идем дальше. Давайте представим, что вы погружаетесь на дно океана и натыкаетесь на невероятное создание морской фауны. Встречайте, самый сварливый рыбак под названием саркастический бахромоглав. Эта рыба с огромной пастью способна запугать абсолютно любого. Они дерутся совсем и вся, даже между собой, словно в одном странном и продолжительном поцелуе. Кстати, этот поцелуй – способ для самцов показать, кто здесь главный. В поединке побеждает наибольший род, а у них он может быть в четверо больше в открытом состоянии. Они обитают на глубине около 70 метров вдоль побережья Калифорнии в Тихом океане. Так что, когда в следующий раз вы отправитесь на глубоководное погружение и получите синяк под глазом, то вы будете знать, кого винить. Так что, будьте начеку и помните, что встреча с этой рыбехой может оказаться весьма непредсказуемой. Следующая находка приведет нас в удивительный мир глубинных океанов, где обитает создание, известное как Лазиогантус динема, или, как его еще называют, удильщик волкодав. Впервые его заметили в северной части Мексиканского залива, но эти рыбы встречаются и по всему миру. И вот что в них такого особенного. Лазиогантус динема обладает продвинутой системой охоты. За их странными головами находится светящийся орган, который помогает им привлекать добычу. Представьте себе такую ситуацию. Вы маленькая рыбка, живущая на глубине тысячи до полутора тысяч метров, где ну никак не проникает солнечный свет. И тут внезапно он перед вами возникает. Бедные жертвы даже не подозревают, что они попадают прямо в пасть своего хищника. Блестящий свет их ослепляет, и они буквально оказываются во рту удильщика. Кажется, что эволюция сыграла злую шутку над маленькой добычей. Итак, друзья, это были самые невероятные вещи, обнаруженные под водой. Если вам понравился выпуск и вы хотите увидеть что-то подобное, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Топ Фактс Блэк. И прямо сейчас посмотрите один из наших предыдущих выпусков, которые появились на вашем экране. Субтитры создавал DimaTorzok